У нас сегодня тема, достаточно редкий случай, она такая политическая, политическая, историческая, про Ирак и про Саддама Хусейна, и про то, что стоило ли вообще американцам ввязываться в то, во что они ввязались. У нас специалист по арабскому востоку, по арабскому языку, по арабской философии, и по Ираку тоже, и книгу еще вы написали, да, профессор, доктор исторических наук Анатолий Петрович Криворучко. Он академик Академии военных наук, правильно говорю, да? Он ведущий научный сотрудник одного из институтов Министерства обороны, который вот научно-исследовательский центр, так вот он называется, и преподаете вы военным. Ну, в общем, вы в деле, да, при делах, как говорится. И вот такой вопрос у меня к вам. Значит, вот у меня так и есть общеинтеллигентские представления об Ираке. С детства помню, что Ирак и Иран это где-то рядом, очень похоже название. Ну вот, Иран это государство древнее, насколько я понимаю, да? Александр Македонский еще с ним имел какие-то дела серьезные, правильно? Надо сказать, что Ирак, это, во-первых, одно из арабских государств. Так. А арабские государства более 25. Во-вторых, Ирак это одно из 16 государств Ближнего Востока. Конечно, Ирак был образован, сначала это была социальная часть Османской империи, и до 1918 года, когда Османская империя, значит, разрушилась. Поэтому только в 1932 году король Фейсал I как бы обосновал государство Ирак. необычное государство, и заключается в том, что оно после Саудовской Аравии является самым богатым в отношении залежей нефти. Предположительно, там более 123 миллиардов тонн нефти. Ну, то есть, сумасшедшее количество. Должен сказать, что, что касается Саудовской Аравии, то Саудовская Аравия где-то 260 миллиардов. По сравнению с Россией, в России 50 миллиардов. Поэтому к Ираку и тянутся и нити, и интерес многих государств, и прежде всего Соединенные Штаты Америки. И вообще надо сказать, что Ближний Восток богат нефтью. 70% всех залежей нефти мира находится на Ближнем Востоке. Ближний Восток еще и тем характерен, что он занимает очень важное геостратегическое положение. Самый ближайший путь от Европы в Азию лежит именно через Ближний Восток. Поэтому можно так фигурально сказать, кто владеет Ближним Востоком, владеет нефтью, владеет миром. Ну, по крайней мере, Евразия. Евразия. И, кстати, говорят, на самом деле на этой территории цивилизация существует, как говорится, с незапамятных времен. Так сказать, Вавилон ведь находится именно там. Вавилон, Междуречьями, Сапотамия, все эти слова. Должен сказать, что что касается древнейших цивилизаций, то прежде всего это Египет, древнейшая цивилизация. Это Индия, это Китай. Это, конечно, Вавилон. Особенно место между Ефратом и Тигром. И Тигром. Тигром и Ефратом это место. Междуречья, да? Междуречья. Поэтому, что очень характерно, когда произошла война в 2003 году, то, что обидно и в чем является наиболее пагодным, что американцы разрушили уникальный музей, исторический музей. 28 залов и более 170 тысяч экспонатов, а их уже не вернешь. Причем их собирали ученые в течение многих веков. Поэтому нанесен очень большой ущерб в отношении цивилизации и мировой культуры. Да, кстати, я хотел все-таки вас про Ирак расспросить. Вот вы рассказали, как в 1932 году король Фейсал I создал Ирак, да? А вот, между прочим, между 1918 годом и 1932 14 лет прошло. Ну, должен сказать, что он был под мандатом Великобритании. Он был под мандатом Великобритании. Король Фейсал недолго правил, в 1938 году он умер. И потом, в последующем, снова Ирак был под мандатом Великобритании. Когда началась Вторая мировая война, то националисты, они настолько были против Великобритании, что даже считали, что неплохо, чтобы Третий Рейх победил, чтобы как бы удалить Великобританцев. Да, а какое-то влияние у Германии было? Там была такая знаменитая дорога Берлин-Багдад, железная дорога. Была такая дорога, да, тоже, потому что Германия понимала, что без нефти невозможно воевать. И Багдад такой город-то прославленный, старинный. Но вот, насколько я понимаю, Ирак состоит, ну, состоит, не знаю как, но в нем есть несколько частей. Есть, во-первых, так сказать, Курдистан, да, как говорят, проблема курдов. Она и в Иране, и в Ираке, и в Турции, да, вот это все курды, которым не дали независимости после Первой мировой войны. Почему-то вот, почему их так обидели, я это не понял. Ну, надо сказать, что проблема в Ираке, много различных проблем. Проблема между суннитами и шиитами, и, кстати, суннитам намного меньше, примерно 30%, но как раз Саддам Хусейн, он представитель суннитов. И правил он де-факто почти 35 лет, де-факто. Да, кстати, вот вы мне разъясните. Да. У нас, так сказать, вопрос-ответ ведь сам идет. А шииты и сунниты чем не отличаются? Ведь те и другие, это мусульмане. Те и другие мусульмане, разница не очень большая. Разница заключается в том, что шииты считают, что необходимо и возможно избирать, избирать халифов, имамов, это самый высокий пост, только лишь тех, которые являются родственниками, потомками, потомками четвертого, то есть Али. А Али являлся, значит, зятем, зятем Мухаммеда. Он был женат на дочери Фатиме. Вот их считают. А что касается суннитов, суннитов, что необязательно это считать. Поэтому главное не только Коран, но и Суна считают сунниты. Поэтому такого кардинального нет. Тем не менее, между суннитами и шиитами постоянно идет борьба. Вот, значит, в Турции мусульмане, так сказать, сунниты. В Иране шииты. В Иране шииты. А вот у нас в России, так сказать, наши мусульмане, татария, башкирия. Надо сказать, что Россия тоже, можно сказать, около 25 миллионов мусульман. Поэтому есть и те, и другие. А, есть и те, и другие. И надо сказать, что в России не чувствуется вот это раздела и борьбы между суннитами и шиитами. Но я считаю, что нужно это учитывать в нашей политике, потому что, конечно, официально наше государство является православно-христианским. Нет, наше государство является светским. Светское государство, да, да. Светским. Это вот русские, вроде как, большинство из них православных христиан, а так государство светское. А, кстати, Азербайджан, это кто, так сказать, сунниты или шииты? Больше шииты. Больше шииты азербайджанцы, да? То есть, как Иран, да? Ладно, понятно. И насколько понимаю я, вот теперь, когда там рухнула центральная власть, там это в Ираке, да, после того, как Саддама Хусейна отстранили от власти, мягко говоря, вот теперь там у них единства нет. Теперь каждый на себя тянет одеяло, каждый свои права доказывает на нефть, раз это самая богатая нефтью страна, тут есть чем живется. Ну, конечно, стоит сказать об этой войне, о причинах ее. Да, причина. И во-первых, американцы показали свое лицо, свое лицо жандарма, ведь они выставили причину, что якобы у Ирака имеется оружие массового поражения. Якобы оно производится, создает. Да, производится оружие массового поражения. Но вообще-то в войне с Ираном, которая что-то очень долго продолжалась, применялась химическая... Война с Ираном была 8 лет, с 1980 по 1988 год. И было 14 случаев использования химического оружия Саддама Хусейна. Поэтому, скажешь, вот он белый такой, пушистый, нельзя сказать. И вообще несколько слов о том, вообще было ли оружие, планировал ли Саддам Хусейн иметь это оружие. Но он хвалился, говорил, показывал даже, я сам видел по телевизору, тогда еще, когда войн не было, Саддам Хусейн в форме, такой симпатичный дядь, как, кстати говоря, с усами, в берете, с пистолетом Макарова. Да, был он тогда, и он, значит, показывал, вот мы создали, ну, наши ученые, в смысле, иракские, создали детонаторы для ядерной бомбы, да. В ядерной бомбе это очень важная вещь, чтобы все это одновременно схлопнулось там, да, вот он создал. И он, значит, на этих, на радостях достал из кобуры, значит, ПМ, и знающие люди пересчитали, сколько раз он выстрелил, так сказать, в воздух. У него, оказывается, была полная бойма и еще патрон в патроннике. Вот он и все клубит. Ну, то есть он, в общем, демонстрировал, что у него есть, по крайней мере, говорил. Был или не было, не знаю. Саддам Хусейн, конечно, человек необычный, и он, на него, конечно, повлияли такие личности, как Гамаль Абден Насер, президент Египта. Известный. На него оказало очень большое влияние его двоюродный, его дядя по материнской линии Хейрала Тальфах. А он кто был? Вот, это был отставной офицер, как раз он был националист. И когда ему было 10 лет, Саддаму Хусейну, то он приехал в Тикрит именно к этому дяде. И дядя его фактически воспитывал, потому что у Саддама Хусейна мать Саджида. И отец, когда ему был год, есть разные версии, что он оставил семью или умер. И его воспитывал дядя Хасан Ибрагим. У них там принято, что обычно вдова выходит замуж за брата. Это, кстати, так по Ветхому Завету. Да, по Завету. По Ветхому Завету именно так. Но этот Ибрагим Хасан грубый был, его вор. Он учил даже Саддама Хусейна чуть ли не воровать и тому подобное. Относился к нему очень плохо. И только он 10 лет еще не умел ни писать, ни читать. И вот эта жестокость у него была воспитана с детских лет. А дядя был отставной офицер, да? А дядя был Хералат Альфах, отставной офицер. Поскольку в 1941 году, когда британцы вошли в Ирак, то националисты выступали против Британии. И в том числе был и дядя Саддама Хусейна. Поэтому его арестовали, уволили его. Но в последующем Хералат Альфах оказал очень большое влияние на Саддама Хусейна. И надо сказать, что повезло Саддаму в том плане, что у дяди его, Саддама, Хералат Альфах, двоюродный брат был Ахмед Хасан Альбакр, будущий президент. Поэтому он его познакомил с ним. И в последующем Ахмед Хасан Альбакр, да, сначала он был как бы вторым человеком, называли его господин-господин-заместитель. Вот он 11 лет был господином-заместителем. И затем в 1979 году стал президент. Так я хочу вернуться к атомной бомбе. Конечно, у кого атомная бомба, тот и является хозяином. Все это понятно. Но он опасен. Поэтому опасно, очень опасно. Надо сказать, что еще в 1959 году нюх к этой бомбе дал наш Советский Союз. Делегация Ирака прибыла в Советский Союз. Тогда первый секретарь Центрального комитета КПСС Никита Сергеевич Хрущев дал команду такую, что дать им небольшой реактор исследовательский, но только под контролем МАГАТЭ и только в мирных целях. Затем Саддам Хусейн, еще будучи заместителем, в 1975 году прибыл в Советский Союз и чуть ли не потребовал помощи в создании атомной бомбы. Наши, конечно, мягко говоря, отказались. Тогда он поехал в Париж, это был президентом Жак Ширак. Жак Ширак за 3 миллиарда долларов. В каком году, простите? Это было в 1976 году. В 1975 году он к нам прибыл. В 1976 еще он был заместителем Аль-Бакра. Прибыл, значит, в Париж. И французы все сделали для того, чтобы продать им небольшой такой исследовательский реактор. Озирак. Они его построили, а году где-то в 80... Первым его уничтожили. Его уничтожили израильское ВВС. Поэтому Массад пронюхал это дело и все делал для того, чтобы не дать возможность Ираку иметь атомную бомбу. Поэтому в 80-м году, например, один из крупнейших арабских ученых, ядерщиков, Яхья Аль-Машад, был убит при неизвестных обстоятельствах Парижа в одной из гостиниц. Затем Тулон, это порт из Тулона, уже направлялась в сторону Ирака, значит, этот ядерный реактор. Он тоже был взорван. Таким образом, все попытки о создании ядерного реактора были недопущены со стороны Массада. Поэтому можем говорить о том, что ядерного оружия у него не было. А вот что касается химического оружия, то в 74-м году, в 76-х годах, они, во-первых, подготовили 4000 специалистов по производству нервно-паралитических отравляющих веществ, за римзаман, по кожан на рывным и прит, люизит, и даже пытались нервно-паралитические отравляющие вещества делать. Причем мощности были до 4-х тонн в год. И они испытали это, во-первых, в войне против курдов, это было в 1986-м году, и в войне против Ирана 14 случаев было. В этом было очень много погибших. То есть оно показало свою эффективность, это оружие, да? Ну, во всяком случае, применение химического оружия, что такое оружие химическое? Это отравляющие вещества, боевые. Которые разбрызгиваются или распыляются. Да, плюс средства доставки должны быть. Это снаряды, это авиация, это ракеты, так. И, наконец, средства управления. Это изрукается химическое оружие, поэтому оно достаточно эффективно. И один из случаев использования привело к тому, что 40 тысяч погибло иранских военнослужащих. Более 80 тысяч мирных жителей. Такое было... То есть, конечно, да. Это фактическое оружие, массовое уничтожение. Ну, впервые, вы знаете, что иприт, это кожаное рывное, было использовано в Первой мировой войне. Ну, да. Вот. Таким образом, но, надо сказать, что оно запрещено с 1925 года по Женевской, значит... И по официальным данным, во время Второй мировой войны в Европе оно не применялось. Оно не применялось. По официальным данным. Но по неофициальным в Крыму немцы все-таки применяли. Ну, они боялись применять. Нет, по моим данным, они не применяли. Нет, ну как же, так сказать, Манштейн применял, он травил газами тех, кто в катакомбах был. Ну, не в таком широком масштабе, потому что... Сейчас уже это признала и официальная наша историография. Применяли. Не в широком масштабе, но применяли. Во всяком случае, соглашение есть. Да, запрет есть. Да, запрет есть. Я вообще сказал, что мы сегодня говорим о необычном, об Ираке, о Саддаме Хусейне. Причем его сравнивают и с Гитлером, его сравнивают и со Сталином. Я скажу, что в каком плане его со Сталином сравнивают. На Сталина, кстати, он немножко похож. Он, во-первых, похож, и есть одна из версий, что это чуть ли не внук Сталина. Ну, это версия такая, типа из газеты «Жизнь» такая, да. Но надо сказать, что как и Сталин, так и Саддам Хусейн, во-первых, они родились в Горке, это небольшой город, а Саддам Хусейн в деревне Ауджа, недалеко от города Тикрита, 165 километров северо-западнее от Багдада. И тут другой, поднимались снизу. Бедные. И до верховной власти дошли. Да, и дошли до больших. А вот все-таки мне скажите, чего же Америка напала? Вот у меня такое впечатление. Вот слушайте внимательно. Вот когда был отзаменит 11 сентября, и рухнули два небоскреба, ну, в принципе говоря, все сочувствовали американцам. Пожалуй, исключение, как ни странно, составил Ирак. Там у них по телевизору шла, значит, трансляция вот этих, так сказать, кардеров, как рушатся небоскребы под музыку, значит, типа, что-то такое, пусть Америка погибнет, да. Вот Ясер Арафат, у которого к Америке еще меньше положительных чувств, чем у Саддама Хусейна, он, значит, осудил, он сдавал кровь для жертв вот этих терактов. Вот. А тут вот как-то вот так открыто. Да и по понятиям, Жорж Буш, по понятиям, понимаете, да, по понятиям, он должен был отомстить за эту выходку. Хотя это смысла большого не имело. Насколько я понимаю, Саддам Хусейн был, в общем-то говоря, вменяемый человек, с которым было, в общем-то, можно было договориться. Ну, конечно, у него отношение к Соединенной Штат Америки было особое. Ну, потому что они помнили первую войну в Заливе. Потому что, фактически, Соединенные Штаты Америки подтолкнули его на войну с Кувейтом. Подтолкнули? Фактически. А потом они же... Фактически. В начале, сейчас вам скажу, в начале, когда была война между Ираном и Ираком, и Ираном, 8 лет, конечно же, Соединенные Штаты Америки поддерживали Ирак, поддерживали, они даже дали, самый большой кредит, около миллиарда долларов, поддерживали и Египет, поддерживали и Саудовские Аравии, Саудовская Аравия предоставила 10 миллиардов долларов, поддерживали Кувейт 5 миллиардов долларов, то есть поддерживали, потому что Соединенные Штаты Америки были против Ирана, вот, всем понятно, вот. И они поддерживали тогда Ираку. Но когда прошла война, 8 лет, сразу же экономика Ирака очень упала. Если раньше у них были, значит, между доходами и расходами 35 миллиардов плюс... Положительное сальдо. Положительное, да, сальдо, да, положительное было. То после этого, после этой войны, уже Ирак задолжал 80 миллиардов долларов. Поэтому как решить эту проблему? Для него вообще с самого начала была проблема политического выживания. Народ начал уже выступать против и так далее, как быть и так далее. Поэтому проще всего было взять Кувейт. А Кувейт богатейшее государство, богатейшее государство. Он решил использовать Кувейт для того, чтобы решить вопросы экономические. И, кстати, вроде когда-то он раньше как раз входил в эту территорию. Да, он входил по истории, да, исторически, раньше это входило в Ирак, считается, и что это была 19-я провинция. Поэтому использует этот момент, значит, но одно дело желание, а другое дело в действительности. Возможности. Поэтому для него, для Ирака, значит, для Саддама Хусейна была проблема. А как отнесутся, как отнесутся прежде всего Соединенные Штаты Америки к этому вопросу? И Саудовская Аравия. Поэтому, да, как Саудовская Аравия отнесется, как Ирак, как отнесется Соединенные Штаты Америки. И вот в апреле прибыла делегация из, такая, значит, от Конгресса Соединенных Штатов Америки. И он напрямую задал фактический вопрос. Те сказали, это проблемы ваши, Кувейт, все, это ваши проблемы и тому подобное. Затем за неделю до начала агрессии, 2 августа 90-го года, он принял посла госпожу Эйприл, Эйприл Гласпи. Примерно разговор был в течение двух часов. Такой мирный, вежливый, подталкивает, что мы, мол, не возражаем фактически. И затем, через несколько дней, Буш-старший позвонил, говорит, что мы желаем, чтобы наши отношения были хорошие и так далее. А затем, и он понял, что США будет в стороне, и принял решение, значит... То есть, получалось, что США его проиграл как пластинку. Поэтому, да, было. А теперь у Соединенных Штатов Америки был полный, полная была, во всяком случае, мотив захватить то место, выступить в качестве того, что он поддерживает сторону, которая потерпела, значит, агрессию. Ну, да, поддерживая агрессию, как на крути, все, да. Ну, да, жалко, у нас время кончается. Как всегда, 25 минут это мало, а тема вот этого, Ирака и Ближнего Востока, это всегдашняя наша, так сказать, болячка, честно говоря. Ну, болячка наша, человечество. Сколько же там лет, там, все проблемы-то эти идут и идут. Собственно, с развала Турецкой империи. С этого момента они и начались. Конечно, сегодняшний разговор об истории. Сейчас обращают внимание на историю, потому что история становится одной из важнейших дисциплин, поскольку история – это память народа, это священная память. История – это учитель, правда, известный историк, историк, значит, Ключевский сказал, что, говорят, история чему-то учит, история ничему не учит, только наказывает тех, которые игнорируют ее уроки. А нам нельзя игнорировать уроки, поскольку цветы, скоро 8 марта, говорят о цветах, цветы ведь не виноваты, что их не видит слепой. Так и история не виноват, что ее не учат и не используют его на уроке. Ну вот, на этом мы и закончим. Огромное спасибо за предоставленную возможность выступить по поводу необычной, неординарной личности Саддама Хусейна. Правда, его уже нет, но я поставил в своей книге «Багдадский воду ждет и падение» многоточие. Имел в виду, что падение ли, падение ли, потому что к этой личности еще вернуться. И если раньше люди могли выйти на улицу, могли играть, думать, веселиться, теперь ситуация там намного хуже, чем была даже при Саддаме Хусейне.